Порядка 60% заявлений на единое пособие для беременных женщин и семей с детьми обречены на отказ. Основная причина – превышение доходов, а вторая – неверно заполненное заявление вплоть до имени ребенка. Сегодня при подаче документов учитывается несколько факторов. Уровень дохода рассчитывается от минимального прожиточного минимума в крае. Это 13 753 рубля. Это основной критерий, но помимо этого учитываются вклады в банках, движимое и недвижимое имущество. Если 2 и более квартиры, 24 квадратных метра не должно превышать размер этих квартир. Для многодетных семей есть льготные, то есть у них 3 и более квартиры. Также для многодетных семей мы учитываем то жилье, которое выдано в рамках государственной поддержки. Их оно не учитывается при определении нуждаемости. Если говорить о движимом имуществе, это 2 и более машины для общего порядка. Для многодетных – 3. И также для семей, у которых ребенок инвалид, тоже также 3. Большую роль играют новшества. Так, при назначении единого пособия самозанятым родителям смотрят на доход. Он должен составлять не менее 2 мрот за 12 месяцев. Также изменения коснулись семей, которые находятся в разводе. У нас учитывались доходы от элементов в сумме, которую указал заявитель. В настоящее время для данной категории, которая в статусе «в разводе», доходы от элементов учитываются, соответственно, указанные в заявлении. Но если они не утверждены судебным решением, то есть если они не взыскиваются по судебному решению и данный исполнительный документ не направлен в службу судебных приставов, соответственно, этот доход не может быть менее прожиточного минимума по стране – 19 242 рубля. Интересно, что даже такие меры поддержки, как единое пособие, пока никак не отразились на рождаемости. И уж тем более на появление новых многодетных семей. У нас серьезный, ну такой существенный, наверное, всплеск по рождению третьих и последующих детей случился, когда ввели материнский семейный капитал с 2011 года. Он был введен и на федеральном уровне, и регионы подключились. Вот тогда, на протяжении, наверное, до пяти лет, да, количество многодетных семей у нас прям серьезно в крае увеличилось. И сейчас оно стабильно. Вот 35 тысяч примерно у нас многодетных семей, в которых 118 тысяч детей. Кстати, в основном жители края подают заявления в электронном виде. Как и прежде, самый популярный способ подачи документов – госуслуги. Все подробности можно узнать по телефону Министерства соцзащиты края. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.